И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, игровые видосы. Давно у нас не было, было всяких много, куча, просто уйма разных ивентов. Были видеоролики, которые связаны были с ними, были злпшки, были еще что-то. И мои любимейшие видеоролики, которые связаны с игровой тематикой, как-то ушли на нет. Но сейчас, когда у нас в игре, уже все закончились всякие первоапрельские голды, закончились космосы, закончились всякие новые акции. И я могу полноценно записывать интересные игровые видосы. И я надеюсь, что вы не забыли их, вы помните, вам нравится. И если это так, если вы хотите, чтобы они в данный период времени выходили как можно, как можно чаще, то не забывайте прожимать лайки. Ну а сегодня я посмотрел последний видос, который выходил, если не ошибаюсь, недели две назад. Видел там много интересных всяких комментариев. Это видос, в котором я играл на Хорната Гауссе с этим новым устройством, которое отключает расходку. И я увидел пару-тройку сообщений о том, что вы хотите, чтобы я сыграл на Рикошете, чтобы я сыграл с этим самым устройством, которое называется Берсерк. Устройство, которое восполняет полный баллон после каждого вашего килла. И хотел бы сегодня также все это дело рассмотреть в матчмейкинге. Поиграть, наверное, один, может быть, два формата. Не знаю, получится или нет. Но точно данное вооружение мне железно хочется рассмотреть в режиме контроль точек. Потому что на данный период времени у нас нет демок в матчмейкинге. А это значит, что контроль точек является самым удобным режимом для данного интересного вооружения. И, как по мне, данное вооружение, ну, на немножечко, на совсем немножечко, будет уступать, например, той же Хоре Жиге или, например, тому же Хоре Вулкана. Поэтому на данный период времени я считаю, что это вооружение является тоже довольно-таки неплохим. И если вы смотрели последний видеоролик, который был у нас связан с гонкой вооружений, где мы с Артемочкой записывали, то вы, возможно, помните то, что данный рикошет показывал себя очень-очень даже достойно. Первая карта это Парма. Я не скажу, что на данной карте мое вооружение будет прям вот жестко превосходить любое другое, да. Но уверен, что от низа здесь, на рике, да даже от любого фланга можно смело, грамотно отыграть. Ну и, конечно же, попытаться, может быть, в дальнейшем еще и захватить вражеские респи. Я заметил, что у меня нет резистов. Сейчас я быстро резисты тут одену. Видел арту, видел рельсу и, наверное, пулемет, да. Тот самый пулемет, который в последнее время жестко-жестко нагибает и имбует. Берем резист от него. Ну и отправляемся на левый фланг. Я думаю, что именно здесь можно будет сейчас пытаться нагибать. И в дальнейшем, конечно же, занимать первое место. Ну и выигрывать, выигрывать ту самую каточку. Потому что, как вы помните, главное условие в данной рубрике, можно так сказать, это победа в бою и первое место. Ну а насколько успешным она получится, эта победа, или насколько многое у меня получится набить опыта, вы все это дело, конечно же, увидите. Начинаем довольно-таки неплохо. Уже ведем по счету. Команда вроде как довольно-таки неплохо катает. И сегодня, к слову, еще начался новый апрельский челлендж, то есть вторая часть, который, скорее всего, даже у меня получится пройти. Потому что очень сильно хочется мне, друзья, Викинг Легаси. Если у вас его нету, и вот вообще, как вы относитесь к Викингу Легаси? То есть вам нравится данное вооружение, потому что для меня, наверное, это самый красивый скин на данный период времени. Хоть я и на Викинге играю, но не так часто, да. Я играю на каких-то там, может быть, интересных закрытках, то есть на турнирах, да. Ну а так в матчмейкинге или даже в ББПшках на Викинге особо я никогда не катаю. Но данный скин считаю самым-самым аппетитным, сочным и красивым, нифига себе. Нифига себе, меня мама сейчас, конечно, жестко нагнул. Я так понимаю, что у нас, вон, играет молодой человек на хор на топулемете. У него все неплохо довольно-таки получается. Он стоит, наваливает. И его все устраивает. Безусловно, а что может его не устраивать, если он стоит на хоре пулики и накидывает этот бешеный урон? Если я бы мог бы записывать только в вооружении, вернее, только в видеоролике на одном вооружении, то, безусловно, я бы брал этот же самый хоре вулкан и просто бы разваливал постоянно. Но вы сами понимаете, что на одном вооружении играть не так интересно, особенно записывать в видеоролике. Поэтому сегодня у нас такое вот какое-то определенное разнообразие. Ну и как итог уже потом посмотрим, что у нас вообще в этом плане получится. Пока что начинаем не сказать, что великолепно, но и не сказать, что плохо. Три с половиной минуты остается до конца. Наша команда довольно-таки неплохо нагибает своего оппонента. Я держусь около второго места. С первым местом здесь уже явно будут, наверное, такие проблемы. Но если я буду правильно прожимать овердрайвы на своем хорьке и, соответственно, зажимать рез противника, то я думаю, что этот опыт не будет каким-то там сложным периодом, где я не смогу там догнать второе, например, место. Да даже можно попытаться и до первого дотянуться, если все будет у нас продвигаться довольно-таки неплохо. Так, еще вот этого заберу. Отлично. Плюс два килла. Ну и сейчас уже с овером надо пытаться здесь, конечно же, дополнительно накидывать, накидывать, накидывать и еще раз накидывать урон. Какие хорошие лаги у нас в игре. Но ничего страшного. Нам это, по сути, здесь мешать не должно. Забираем еще один танк. Ну а теперь пытаемся уже здесь прямо забирать точку. Так, какие-то кредошибки пошли. И катка так быстро у нас заканчивается. Офигеть. Очень быстро закончилась. И, к слову, дотянуться до второго места я не успел. 30 очков отрыва было у моего тиммейта. Ну а что касаемо там первого места, оно еще и дальше улетело на своем нагибаторском хоре. Пулканчики. Пулеметчики. Молодой человек сумел набить довольно-таки большое количество опыта. Так, ну и пикает нас на Red Alert. Red Alert это очень хорошая карта для такого вооружения. Желательно, конечно же, поиграть поближе к противнику, поближе к вражескому респу. По резисту, наверное, здесь все будет так же подходить. Менять мне, по сути, наверное, здесь ничего и не придется. А может, риск какой-нибудь жиги можно будет взять. Ну, сейчас посмотрим, короче. Попытаемся сейчас чуть-чуть откинуть здесь оттеночки рикошетинком. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, молодой человек уже сразу побежал. Я понял. Ну ладно. А, нет, он хочет там постоять, пострелять. Давайте попробуем подкидывать ему еще пару-тройку рикошетов. Пользоваться своей возможностью. Ну и добить уже данного игрока. К сожалению, я точку не захватил. Вот если бы сейчас бы еще точку захватил, было бы вообще все замечательно. Главное, конечно, играть на победку, друзья. Даже что в той катке я там и не смог дотянуться до самого заветного первого или второго места, чтобы получить 6 звезд. Главное, что мы ту катку выиграли. Ну и плюс эта катка была там досрочной, грубо говоря, там за 3-4 минуты, когда я получаю те же 4 звезды. Это нормально, в принципе. Я бы не сказал, что это плохо, потому что это досрочек. И к ней уже нужно относиться тоже по-особенному. Да, может быть тебе повезет, ты сумеешь вот этот вот отрывчик сразу сделать. А может у тебя где-нибудь там овердрайв неправильно прожмется, или в этот тайминг там противника не увидишь, этот лишний опыт потеряешь, и, соответственно, не сумеешь быстро-быстро догнать своих тиммейтов по опыту, и, соответственно, займешь уже не лидирующей позиции, а займешь где-то вот в середину таблицу. Но все равно даже 4 звезды в катке, которая является досрочкой, это неплохой результат. Поэтому не нужно там отчаиваться, друзья, или говорить то, что вы, например, там берете 4 звезды за какими-то там 3-4 минуты в катке. Это хорошо, это нормальный результат. Потому что полноценные бои, которые вы играете, например, там в режиме том же там штурме, да, редко бывают досрочки, бывают еще какие-то режимы, которые у вас попадаются, где вы играете полные бои, вы получаете за полный бой 6 звезд, там за 4 минуты вы получаете 4 звезды, и это довольно неплохой результат, и, ну, поэтому здесь незачем вообще отчаиваться и думать о том, что, блин, у вас там не пошло, и еще что-то в этом духе. Ладно, все, давайте прекращать уже балаболи, давайте максимально сейчас акцентировать внимание на игре. У меня уже имеется овердрайв, мы ведем со счетом 17-0, это очень хорошо, моя команда, как всегда, по-прежнему продолжает нагибать, ну, а я, наверное-таки, поеду сейчас на вражеский респ. У меня все-таки овер есть, пулеметик там тоже попытается что-то сейчас сделать, ну, а я 1 килл, 2 килла, 3 килла, вечный баллон, просто вечный баллон на рикошете. 3 килла, 4 килла, давайте 5-го, 5-го, отлично, и все, это на одном овердрайве, просто на одном овердрайве. Можно вот так вот просто и кататься по вражескому респу и уничтожать одного за другим, друзья. Как же это четко. Еще бы у меня ДДшка на кулдаун бы не уходила, я бы сказал, что это просто даже не то, что четко, это замечательно, великолепно, 13 на 3 иду. Вот вам и рикошет, который может спокойнейшим образом кататься по вражескому респу, забирать килл за киллом, и противник ничего, по сути, вам даже и сделать не сумеет и не успеет. Первое место, еще одна катка, тоже досрочка. Что касаемо набития звезд, данные катки являются максимально удобными для того, чтобы набивать как можно, как можно быстрее звезды. Ну и третья катка, я надеюсь, что это будет уже сегодня завершающее, песочек, отличный, отличный матчмейкинг, я могу сказать так, отличный подбор карт на сегодняшний день, потому что мне зачастую бывает, кидают какие-то, ну, не самые удобные, не самые приятные карты, а здесь мне сегодня прям везем. 6 минут 30 секунд остается до конца, тоже довольно-таки удачная катка может сложиться, если она еще и будет досрочной, так это будет вообще великолепно. Вижу, что здесь уже играют хоряжеги, резистов, к слову, от рикошета, ни в одной из этих каток не было больше одного, если я не ошибаюсь, может, кто смотрит там повнимательнее, меня потом перепроверит, но это так, чисто мое субъективное мнение, а даже если там и были резисты, то я их абсолютно-абсолютно в катках этих не чувствовал, и даже здесь имеется резист 26%, это очень мало, вот прям очень мало, это резист, по сути, ни от чего вообще не будет спасать вас, если вас будет нагибать рикошет, а если это еще и рикошет с берсер, который будет вас сливать, потом после этого получать полный баллон, ну, это просто, это просто, ну, развал, просто развалище, короче. Катка пока что складывается не так хорошо, как казалось бы, как бы хотелось мне, но я думаю, что не стоит отчаиваться, а вот сейчас эта жига, конечно, могла меня вообще в ступор вести, если бы у меня бы сняла полный овердрайв, она меня сдула максимально быстро, поэтому могло быть все очень даже плохо, но, слава тебе, господи, меня так быстро здесь не нагибали, поэтому можно сейчас еще подобрать здесь дроповую ддшку и уже отправиться давить, безусловно, на вражеский лес. Я не хочу сейчас акцентировать внимание на точках, потому что наши тиммейты уже борются за них, а это значит, что может быть, не надо было так подъезжать близко к мамонту, иначе, если бы я еще прожал бы овердрайв в этот тайминг, то у меня бы, наверное, просто бы сгорело. Ошибся немножечко, да, бывает такое, ну, давайте попытаемся сейчас быстро залетать уже, пытаться, пытаться уничтожать противника. Так, один есть, Хори Жигу там остановили, и поэтому Викингу можно тоже быстро, быстро, быстро накидывать, один килл есть, два килла будет, 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 два, может и три, может и три, три килла, отлично. Ну, Хори Жига у меня с овердрайвом уже тоже быстро попыталась нагнуть, и у нее это, к слову, получилось сделать. Прошло две с половиной минуты, катку мы уже потихоньку начинаем выравнивать, я не скажу, что это попахивает досрочкой, но и я также не скажу, что это прям какая-то печальная катка, поэтому все идет более-менее нормально, но вот что касаемо моего опыта, здесь, конечно, не все так ровно и не все так гладко, почему-то до сих пор я даже близко не нахожусь к первому месту, хоть и там отрыв, ну, не такой большой, да, хорошо, по мне накидывают урон там постоянно, но это явно не отмазка, это явно не та ситуация, когда я должен говорить, что, блин, меня сливают, поэтому я не могу надевать опыт, это явно не то. Нужно пытаться, нужно стараться, и главное на Хорьке, это самый быстрый и грамотный, прожитый овердрайв. Если вы его прожимаете качественно, то, соответственно, вы получаете довольно большое количество опыта с него, поэтому здесь нужно, конечно, изначально не попадаться на таких Хорьежек, потому что иначе вы сливаетесь больше, чем вся ваша команда, потому что меня здесь убили уже 9 раз, максимальное количество после меня это 7 килов, ну, вернее, 7 смертей. Так, ладно, левая точка под контролем, я давлю на вражеский рез, все, мне надоело. А, так у меня еще и реза, джиги-то нету, боже, я думаю, почему меня так же сдувает, как вообще, как пушинку какую-то, ну, ладно, ничего страшного, переодевать я уже точно здесь ничего не буду, но вот этого молодого человека нагнуть было бы неплохо. Так, у меня, правда, овердрайв уже спал, а он играет, я так понимаю, тоже на зажигательной смеси и на защитнике, да? Все понятно. Ну, дефолтная хорежига, которая всегда у нас присутствует в матчмейкинговых боях, которая так славится и так жестко огибает таких режим. Но это, я думаю, что не проблема, нужно просто пытаться выравнивать ситуацию в свою пользу, потому что пока что ничего хорошего я вам сказать здесь определенно не могу. У меня опыта немного и меня это потихонечку начинает очень сильно расстраивать. Хорежига опять меня нагнула. Но надо было, конечно, брать там резиста джиги, потому что очень много я с ней сближаюсь. Но, ладно, уже доиграем катку без реза. Ну и свою точку зрения уже после этой катки я выскажу. Да, боже ты мой, но надоело мне уже эта хорежига, сколько можно от нее сливаться? Надо как-то сделать так, чтобы она меня не нагибала. Надо близко к ней не подъезжать. А если я подъезжаю, то главное сразу быстро ее уничтожать, а не никак не уходить. Так, это сейчас еще овер прожмет. Мы ее уверены на 100%. Хотел бы он, наверное, прожать овер, но я лучше сейчас откачусь, солью его, а теперь уже пойду прожимать свой овердрайв. 2 кило я дал. Хорошо. Сейчас вот этого бы мамонта забрать. Было бы вообще просто шикарно. Порежига. Порежига сразу нарез. Отлично. На расстоянии может немножко подержать, конечно. Тоже неплохо. Если бы я еще сейчас аптечку прожал, был бы вообще просто замечательно. Но я немножечко засмотрелся, засмотрелся. И не получилось реализовать то, что я задумал. Не знаю, почему все так складывается, но, честно говоря, я думал, что рикошет сегодня мне будет приносить намного-намного больше опыта. А пока им комфортно играть на вражеском респе, но вот что касаемо прям жесткого набора опыта, здесь у нас имеются проблемы. Возможно, я не совсем грамотно, не совсем правильно в каких-то моментах отыгрываю, и мне не так удается жестко прожимать овердрайвы, чтобы я там прям, ну, хороший опыт зарабатывал, но стараюсь, 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 и я бы не сказал, что это нам, ну, настолько просто, да, то есть это не пулеметом зажать по вражескому респу с расстояния, здесь уже расстояния у вас большого нету, потому что у вас устройство берсерка, и оно особо на большую дистанцию не тянет, чтобы нагибать, но остается 20 секунд до конца, главное, наверное, катку эту выиграть, я надеюсь, что у нас сейчас не быстро не скрутят эти точки, центральную точку, если мы заберем, то будет все довольно-таки неплохо, и вот у нас катка полноценная, полноценная, и я в ней, к сожалению, не забираю ни первое, и ни второе место, и это меня, если честно, с какой-то стороны расстраивает, с другой стороны меня удивляет, а с третьей стороны я думаю, может быть, с рикошетом что-то сейчас не так, очень странно, если честно, друзья, я был большего мнения о данном вооружении, честно вам скажу, я скажу, что оно играбельно, определенно, оно играбельно, да, то есть, если вас интересует, стоит ли на нем играть, на нем можно играть, не на всех картах будет это заходить, не во всех режимах это будет заходить, на точках круто играть на этом рикошете, но на данный период времени вы сами видите, что та же Жига нагибает, ну просто дико, тот же Вулкан нагибает очень жестко, и рикошет, как и Твинс, да, то есть, это вот примерно по балансу одинаковые пушки, они смотрятся как средний уровень, то есть, не как высший сорт, не высший уровень нагиба, то есть, не самый большой и качественный набор опыта, а как пушки среднего нагиба, и к сожалению моему, сегодня у меня из трех каток получилось лишь в одной занятии первое место, вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если он вам понравился, то обязательно не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, также приходите на стримы, которые проходят сейчас в 9-10 вечера, ну и также, друзья, в комментариях под данный видеоролик я очень сильно надеюсь, что вы оставите то самое вооружение, которое вы хотите увидеть в следующем видеоролике, все ваши комментарии читаю, ну и если есть какая-то критика конструктивная, или вам что-то не понравилось, или вы хотите что-то добавить, то обязательно тоже напишите по этому поводу в комментариях, ну а с вами был мистер Ваньков, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.